Что касается эстакады. Эстакада строится. Основная монолитная железобетонная часть готова. Сейчас остались по ней вопросы. Это именно стыковки с обоих сторон. То есть уже выход на наземное сооружение. Это насыпи, это такого момента. Плюс по завершению всего этого будет сделан уже непосредственно финишный верхний слой покрытия эстакадой. Ведутся работы по освещению ее. Установлены уже опоры, освещение, светильники. И вы можете подъехать и увидеть практически там завершающие стадии уже установка перельного обрезания. Старительство имени Интосаны никак не повлияет. Это просто два объекта, которые сопряжены рядом. Работы по средней террасе, как мы ее называем, продолжаются. И на сегодняшний день проходят консультации с проектными организациями, конструкторами, для того, чтобы решить тот момент у холма, который вы говорите. То есть решений еще нет? Окончательного нет. Есть варианты, но нужно остановиться на комбофинальном. Цель до курортного сезона эстакада. И если все сложится, то собственно и сама трасса соедините. Во всяком случае цели такие, оптимистичный прогноз. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Есть свои нюансы, в частности, бюджетный процесс, регламентированный бюджетным кодексом. Простой пример. Подрядчик выполнил работы за три месяца. А мы, как управление, в силу отсутствия ритмичности финансирования, сможем оплатить только через 5-8 месяцев или вообще в следующем году окончательно. А механизмы там такие подразумевают, что если договор не действующий, то я уже их не получу. Это нюансы бюджетного кодекса. Вопросы, на сколько мы перекроем, на сегодняшний момент вам не ответят. Как только мы начнем работать, все, спасибо большое у нас, господин Ильков. Это надо понимать, что не как улица Преображенская, не как площадь Тирскольская. По Софиевской можно еще? Там тоже тендер объявили. По какой? Софиевской, там капитальный ремонт. Ну, Софиевская это продолжение того процесса, который был. По-моему, это логично. Коль скоро мы там в 16-м году, с 16-го года начали работы по капитальному ремонту площади Переображенской, дальше начали двигаться по улице, ой, площади Тираспольской начали двигаться по улице Переображенской до Софиевской, все вы можете пойти и посмотреть, как получилось, да, по-моему, не самый дурной вариант. И, учитывая, что это центр города, там, кстати, туристические маршруты проложены, по-моему, логично продолжить дальше. Там даже система будет? Один в один. Замена коммуникаций, трамвайных путей, наружного освещения и так далее. Я хотела напомнить еще, почему я не люблю, когда мы говорим о сроках. Вы помните много раз, когда сроки двигались, потому что обнаружены какие-то коммуникации. Начинают искать, что это за коммуникации, менять, не менять. Мы с таким сталкиваемся, ну, с тех пор, как начали при капиталке менять и коммуникации, мы сталкиваемся с таким постоянно. Поэтому, если говорить просто, когда вы положите асфальт, это одно дело. Если мы говорим, когда вы пройдете капитальный ремонт, давайте пока без сроков. Есть. Начнем. Дальше начнем двигаться, будем говорить. Я хочу, я пытаюсь объяснить. Из какого числа перестанут ходить трамваи, тоже скажем. Может, они вообще не будут ходить? Я думаю, что это стремленный маршрут. Это 13 и 28, насколько я понимаю. Есть господин Элькон, сейчас нам все расскажет по маршрутам. Я объясняю, почему ни тот, ни другой не имеет. Так, Дим, все, спасибо большое. Я прошу прощения. Отдельно выйдите. Ну, меня ребята спрашивают, что значит краткосрочно, что я отвечу. Не отвечайте. Скажите, никто не знает. Точные сроки, точные сроки мы постараемся вам прокомментировать. Тогда, когда, а, пройдет тендер, будет определен подрядчик. С ними уже будут, грубо говоря, разложен график. Все, спасибо. Давайте отдельно поговорить.